Добрый день, уважаемые коллеги! Позвольте мне сегодня поделиться нашим опытом. И, конечно, очень большая честь выступать в вашем солидном здесь заведении, и, конечно, в столице второй, это Санкт-Петербурге. Поэтому я представлю наш небольшой опыт. Сегодня я представляю Республику Бурятия. Это республика у Байкала. Пользуясь случаем, я приглашаю всех в нашу республику посетить наше замечательное озеро Байкал. Сегодня у нас столица города Лан-Де, население чуть меньше миллиона человек, и мы находимся почти в 6 тысяч километров от Санкт-Петербурга. Я представляю республиканскую клиническую больницу имени Симашко. Наша больница – это ведущее учреждение Республики Бурятия областного подчинения. На сегодня нашей больнице уже 92-й год. Мы ежегодно, видите, сколько лечим пациентов, и сегодня являемся центром специализированной высокотехнологичной медицинской помощи, региональным сосудистым центром и травмоцентром первого уровня. На сегодня в нашей больнице, в нашей республике нет отдельно федеральных клиник, и сегодня особенности, которые у нас есть, они вот у нас и проявились в нашей республиканской больнице. Сегодня в нашей больнице трудится 1739 сотрудников, 285 врачей, 702 медицинские сестры. Так далее, коллеги, хотела бы остановиться. Чем мы занимаемся? Вот в течение 8 лет мы занимаемся внедрением системы женатокачества, и уже видим определенные результаты. Я хотела бы, в виде определенной эскепсис, вот уже неоднократно выступая с этой темой, пояснить, что сегодня, почему мы пришли к этой идее заниматься внедрением системы. В целом, я понимаю, что система ИСУ – это не панацея, это один из инструментов для внедрения в целом системы. Как все говорят, что нет плохих врачей, нет плохих людей, а есть просто плохие системы. Вот сейчас я учусь в Москве, в ДБИ, в Ранхикси, там мы внедряем, там нас обучает гарбургская модель управления. Там тоже, в принципе, основы системы, основы корпоративного обучения, в обличении, сегодня лидерство. В принципе, я думаю, что навыки, компетенции в развитии системы одинаковы. Какую бы мы не брали систему. Сегодня вы все знаете, что мир активно идет по внедрению медицинских стандартов. Сейчас говорил Михаил Теречевич о внедрении системы GCI, которая активно более 50 лет уже развивается во всем мире. Вчера мы были на Ордздраве, 60 стран внедряют активно, 600 клиник, получили стандарты GCI и как бы выверяют свое качество по этим стандартам. Мы в нашей клинике выбрали как инструмент по повышению навыков, компетенции. И считаю, вот я, что сегодня и наш коллектив считает, что внедрение системы качества – это основа развития нашей больницы, как фундамент для того, чтобы навести определенный порядок и двигаться дальше по тем направлениям, которые необходимы для развития любой клиники. В этом году мы прошли успешно ресертификационный аудит и, в принципе, движемся по пути в направлении риск-менеджмента уже далее. Почему это очень важно? Потому что вы все прекрасно знаете, что законодательно у нас уже с 2011 года впервые введено обеспечение безопасности медицинской деятельности. Есть очень много регламентирующих документов, по которым мы с вами все работаем. Я считаю, что сегодня именно работа по безопасности складывается из общей системы. И вот в нашей клинике, внедряя систему множественного качества, мы сегодня акцентируем всю свою работу по внедрению риск-менеджмента. Еще раз хотелось бы обратиться к определенным определениям, что такое безопасность. Безопасность – это по определению Монреальской декларации ВОЗ – это в первую очередь состояние, при котором риски находятся под контролем. А что такое управление рисками? Это в первую очередь процесс принятия и выполнения управленческих решений, направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата. И управление рисками – это как инструмент обеспечения безопасности пациентов. Сегодня, когда мы начали внедрять систему множественного качества, и мне было очень интересно, как для главного врача, вот я до этого работала 13 лет главным врачом центральной районной больницы на БАМе, а вот перешла и 8 лет работаю в ведущем учреждении. Коллектив, конечно, поменялся. Я понимаю, что сегодня управлять по наитию авторитарно невозможно. Нужно использовать определенные навыки и компетенции, которые должны быть. И вот сегодня именно в этих инструментах, как система может закачиться путем стандартов ИСО, именно процесс риск-менеджмента позволил мне и моей команде добиться определенных результатов, которые я покажу далее. Хотела бы обратиться к медицинским ошибкам. Но в первую очередь безопасность – это предотвращение любых ошибок. Мы все понимаем, что ошибки – это, в принципе, нарушение системы, которое возникает вследствие недоработки определенных элементов системы, а не конкретно человека. И вот здесь приведены информации, что сегодня 43 миллиона медицинских ошибок возникает во всем мире ежегодно. И что в первую очередь безопасность, я как говорила, – это защита от врачебных ошибок. Вот здесь определенные факты приведены. Я взяла их с сайта Центра развития и здравоохранения города Москвы. И сегодня вы знаете, что активно СМИ публикуют наши российские информацию о тех ошибках, которые произошли у нас в России. Конечно, печальные факты, которые есть. И смерть новорожденного от горячей грелки, и сегодня смерть от черепно-мозговой травмы, вызванные падением с медицинской каталки. И сегодня печальный фатальный исход, когда по ошибке очистительная клизма была наполнена формалином, и погиб один ребенок. И видите, какой штраф – 7-17 миллионов рублей – присадили в Сахалинской областной больнице. Сегодня ввиду такого дефекта и большой ошибки. Для чего хотела бы я привести эти факты? Что сегодня наши пациенты движутся, и наше общество не приемлет наши с вами ошибки. И, конечно, ждут от нас тех изменений, которые мы должны с вами вводить для того, чтобы их предотвращать. Хотела бы обратиться сегодня к нашим мэтрам. И, как говорил Великий Пирогов, что всякий добросовестный врач должен стремиться обнародовать свои ошибки, чтобы предостеречь от них других людей, менее сведущих. И Чехов, вот его знаменитые слова, я думаю, что здесь, как всегда, вызывают определенные эмоции. Далее на слайде хочу привести статистику смерти от врачебных ошибок в мире. Сегодня американцы любят считать, и вот они, как говорят, почему так более наглядно приводят эту картинку, то, что если разбивается один, любой, один Боинг в мире, то это, конечно, весь мир об этом знает, и такая трагедия для всего мира. Но вот, как говорят они, что ежедневно в стационарах всего мира погибают столько людей, сколько равно тому, что разбивается в Боинге. 456 человек ежедневно. И видят и сегодня по ряду анализа, что медицинские ошибки выходят и на восьмое, по ряду авторов на десятое место по причине смертности. Вот в целом. Если видите, что раньше у нас люди умирали в начале века от инфекционных заболеваний, сегодня ситуация меняется в другую сторону. Далее хотелось бы остановиться о тех конкретных инструментах, которые мы используем в нашей больнице методологически для принятия решения и именно развития системы управления рисками через внедрение системы штокачества. Мы понимаем, что сегодня есть инструменты разные, и вот мы очень дружим с БСМП Набережной Челны и видели, как они внедряли и ИСО, и как внедряли сегодня GCI. И, конечно, положительный опыт, который они произвели. Мы изучили дополнительно все стандарты GCI, посмотрели опыт и австралийских стандартов, и сегодня немецких стандартов, и часть их внедрили в свою клинику. В принципе, используя те инструменты по системе штокачества, мы проводим по этапам. В первую очередь, это идентификация риска, обязательно проведение аудита. То есть вот сегодня мы сколько обсуждаем и говорим, что именно должно пройти сознание у всего коллектива, в первую очередь у высшего руководства, для того, чтобы понять, а как правильно проверять. Вот аудит, просто слово здесь одна галочка, да? Но вот мы специально обучили наших сотрудников, прошли специальные курсы, смотрели, как в других больницах. Именно вот навык объективной оценки той ситуации с позиции опыта, и с позиции тех рекомендаций, которые вот у нас существуют в медицине, нам позволили более объективно прийти к идентификации риска. Бетчмаркинг мы активно дружим, учимся у всех наших друзей, и вот и у вас очень много в Петербурге учимся, дружим с Нииджиной Лидзе, там перенимаем определенные интересные направления. А также вот с лидерами тех, кто уже внедрили стандарты качества, это у нас рядом Иркутский диагностический центр, который уже много лет работает по этому направлению, и поразительные результаты, как у них экономические, качественные, инновационные. Поэтому вот кто не знает Иркутский центр, прямо вот рекомендую зайти, посмотреть там у них на сайте много интересных инноваций. Также Новосибирский институт травматологии и ортопедии, профессор Садовой, они уже выросли в ту клинику, которая занимается инновационными технологиями, технологиями промышленного развития. И в принципе они тоже все начинали со стандартов ИСО, и у них уже сегодня стандарты ИСО по источному развитию. И конечно вот наш любимый Татарстан, это БСМП Набережный Челны, активно мы с ними дружим и принимаем друг у друга. На втором этапе также мы проводили анализ как и своих ошибок, так и чужих ошибок и в принципе активно занимались мозговым штурмом. Третий этап это обязательно, это стандартизация. Мы очень много работаем в больнице маленькими проектными группами, сегодня и сами наши коллеги разрабатывают стандартные операционные процедуры. Мы понимаем, что без внедрения и определения того, как все договорились и делают, и работают по определенным направлениям, невозможно двигаться дальше. И вопросы постоянного обучения, обучения сотрудников не только медицинским направлением, обучения правильному проектному менеджменту, процессному подходу. Вот вчера было очень слышать, интересно выступал Михаил Альбертович Мурашко на конференции Орсграф и говорил о том, что сегодня нужны какие навыки и компетенции всем врачам, особенно управленцам. Это знание процессного подхода, знание того, что какие точки входа и выхода должны быть у нас и у наших пациентов, какие мы сегодня точки взаимодействия отрабатываем, используя все прогрессивные моменты, которые сегодня использует весь мир менеджерски. Также, конечно, вопросы сегодня проектного подхода. И, конечно, контроль результатов – это обязательный момент. Сегодня главный принцип системы менеджерного качества – это планируй, делай, контролируй, улучшай. Цикл Шухарта, Деминга, я думаю, что тоже многие с ним и все знакомы. Мы на основании этого подхода выделили основные риски нашей медицинской помощи в нашей больнице. Я думаю, что они практически идентичны для многих крупных многопрофильных клиник. Это кадровые риски, это риски идентификационные риски, риски возникновения инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи СМП, риски развития тромбомолических осложнений, риски падения пациентов, риски возникновения пролежней, риски проведения лекарственной терапии и риски проведения лабораторных исследований. И в каждом направлении у нас есть своя проектная группа. В принципе, мы активно все работаем и мониторим, отрабатываем, продумываем по всем этим направлениям с целью управления риском. Отдельно хочу остановиться о работе именно среднего медицинского персонала. Мы в том году проводили очень большую конференцию «Риски в работе среднего медицинского работника». И в принципе, у нас приехало очень много людей, в том числе были в Санкт-Петербурге большая делегация. И в принципе, были очень удовлетворены тем, что сегодня именно средний медицинский персонал, который остается напрямую с нашим пациентом, играет большую роль в том, чтобы не было определенных рисков. У нас, здесь я покажу на примере того, как мы развиваем и организуем систему хранения лекарственных средств и изделий медицинского назначения. В принципе, у нас существует четкая иерархия ответственности. Вы видите, есть командная группа, как замглавного врача по медицинской части контролю, зав. аптекой, главный бухгалтер, заведующий отделение и старшие сестры. Мы разработали локальные нормативные акты. У нас есть внутренний регламент хранения лекарственных средств, изделий медицинского назначения, стандарт хранения, стандарт маркировки токсичных лекарственных средств. В принципе, здесь много ничего не надо. Я думаю, что отдельно у нас по анатомо-терапевтической и химической классификации лежат все препараты на полках. И вот этот простой элемент, когда выделяется фармацевтом токсичные препараты, это препараты лидокаинные, препараты калий-хлористые, для того, чтобы сестры не перепутали. Это есть тоже в стандарте GCI, но там есть разные подходы. У нас самый простой и дешевый, который позволяет предостеречь от ошибок. И постоянный аудит. Вот мы раньше проводили два раза в год, теперь проводим до четырех раз в год. Именно составляем мультидисциплинарные группы. Обязательно бухгалтер, провизор или фармацевт, старшая медицинская сестра. После постоянного аудита достигаем того, чтобы ошибки были минимизированы во всех подразделениях. Самая главная задача, чтобы не было определенных лидеров. Как всегда в любой организации, есть и отделения, которые всегда бегут впереди, как те зайцы, а есть отделения, которые не вовлекаются. Мы сейчас поняли и делаем то, чтобы в нашем коллективе все было одинаково для каждого пациента. Это, конечно, путем постоянных аудитов и путем постоянного обучения наших сотрудников. Отдельно по идентификации врачебных рисков. Сегодня мы работаем по целевым программам, я думаю, это известные программы, и понимаем, что система управления и контроля антибактериальной терапии, система СКАД для нас очень важна, потому что мы хирургические стационары, у нас более 500 коек хирургические. Для нас эта проблема всегда, и как для любого стационара, очень актуальна. И по профилактике венозных тромболических осложнений. Здесь приведены фотографии наших любимых профессоров, профессора Яковлева, Белобородова. Мы с ними много лет сотрудничаем, и очень с ними им благодарны за поддержку, постоянную и помощь. Считаем, что СКАД – это объективная необходимость для каждого стационара. В принципе, это эффективность для каждого медицинского учреждения, потому что антибактериальные препараты – это самая затратная группа формулярий лекарственных средств в любом стационаре. И, конечно, рост резистентности микроорганизмов. Вот мы здесь показали, что сегодня в нашей больнице уже тоже есть такие результаты, когда полностью нечувствительна синегнойная палочка ко всем медикаментам. И вы видите, что у нас идет в нашей клинике рост панрезистентной флоры практически в 2,5 раза. И для нас, конечно, это большая проблема. Мы вот здесь проводим те мероприятия по программам. Основные проблемы по резистентности, я думаю, что известны, как это увеличение стоимости лечения, увеличение смертности и удорожание медицинских технологий. И в целом снижение безопасности медицинской помощи. Вот по СКАДу у нас есть определенные содержания. Это постоянная информационная поддержка. У нас разработаны, внедрены протоколы антибактериальной терапии и профилактики. Очень много мы работаем по профилактике инфекции области хирургического вмешательства. Для каждого отделения у нас есть отдельные протоколы и оценочные ресты. То есть врач заполняет и оценивает рану, определяет дозу. И четко мы здесь даже переделали матрицу ответственности, чтобы четко соблюсти время именно введения препарата антибиотика перед плановыми операциями. У нас сегодня вводят этот препарат именно анестезийский, на операционном столе за 30 минут до начала операции. Потому что когда у нас было по-другому, результатов не было. Поэтому это тоже мы отследили, посмотрели, как положено. И в этом имеем определенные результаты. Конечно, цель – это как снижение антибиотикорезистентности и снижение необоснованного расхода антибактериальных препаратов. И вот какие же получились результаты. Мы здесь вывели посредством ДДД-анализа, то есть той методологии, которая рекомендована международной группой ВОЗ по методологии лекарственной статистики в качестве международного стандарта. То есть это так называемая средняя поддерживающая суточная доза для взрослого человека, масса тела – 70 кг. То есть так называемый, я считаю, что это такой объективный показатель расхода антибактериальных препаратов в больнице. Мы в нашей больнице, у нас сильный отдел клинической фармакологии, мы их постоянно учим, они вовлеченные люди, и активно принимают самые интересные методики, используют методику АБЦ, ВН-анализа и методику ДДД-анализа. Вот обратите внимание, что сегодня по годам мы собрали за 4 года, видна динамика определенной снижения по ряду препаратов. Вот Севтриаксон, Амоксиклав по группе, и по Миранему. Вот у нас тоже интересный результат, что по Миранему мы добились снижения ой, господи, снижения расхода Миранема и линезолида. Также мы проанализировали динамику роста выделенных культур по синегной палочке. Обратите внимание, что эти наши меры позволили снижать сегодня панрезистентную флору в нашей больнице. Вот желтым выделено. По динамике потребления основных лекарственных препаратов антибиотиков по группам, обратите внимание, здесь вот Ванкомицин, Линкомицин, Миранем, Севтриаксон, видна динамика. Вот 15-й год это красный. Обратите внимание, что у нас идет существенное снижение потребления основных антибиотериальных препаратов в реанимациях. Это взята большая реанимация на 12 коек, где основной профиль пациентов это хирургически сложные пациенты с панклеонекрозными, с гнойными ранами. И в принципе сегодня выборка достаточная здесь. Мы также проанализировали летальность. И у нас на все эти мероприятия идет снижение летальности. Количество пациентов в принципе коррелируется в зависимости по годам. Поэтому здесь можно сказать, что более-менее достоверные данные. И в целом самое главное, когда мы подходили к этому вопросу и обучали очень много, и внедряли все это, отслеживали, то самый главный результат – это когда изменение психологии назначения у врачей. Когда они не бездумно назначают антибактериальные средства, а все-таки используют четко клинические протоколы, система контроля по СКАТу работает. И вот к таким результатам мы пришли. И в целом для больницы у нас потребление, у нас ежегодное потребление было до 10 миллионов. Мы тратили на мираном, сейчас мы тратим около 8 миллионов. В принципе, по годам, при увеличивающихся постоянном количестве сложных пациентов, у нас очень много поступает тяжелейших пациентов, я считаю, что динамика – это хорошая. Также по тромбоэмболическим, я думаю, что для всех стационаров это известно, что смертность от тромбоэмболических осложнений – это, конечно, проблема для многих стационаров. Нас подвигло изменяться в этом направлении. То, что у нас приняли, мы участвовали в определенном проекте, который проводил академик Кириенко. Это по территории безопасности от тромбоэмболических осложнений с 2009 года. И те результаты, которые мы разработали, влегли в основы нашей работы. Мы подготовили целевую программу по профилактике тромбоэмболических осложнений. У нас создана рабочая группа, которая на сегодня работает, обучается. Разработали мы тоже протоколы. Здесь я их не показываю. У нас тоже есть так называемый риск-оценочный лист, по которому врач отмечает, какой риск у этого пациента есть. И четко там прописан протокол, что необходимо делать, если в случае оценки этого риска. Какой препарат назначать, что делать. И очень активно у нас отработали хирургические отделения. Была именно взята пилотная группа. И по ним мы оценили, какие результаты у нас получились. Самое главное, конечно, вот мы сколько работаем уже много лет, это постоянная работа, постоянный мониторинг. Потому что мы и делали праздники постоянные, так называемые стратегия малых побед, когда мы ежегодно отмечаем лучших, кто отработал хорошо по этим протоколам. Потому что очень быстро, когда не мониторируешь, не проверяешь, ситуация быстро уходит. И врачи неохотно выполняют ряд тех требований. Поэтому вот прямо мы пометили, что четко выполнение протоколов и стандартов врачами и медсестрами. Основные проблемы, конечно, сейчас какие встречаются, что у нас мы не можем пока найти и нарабатываем. Нам нужны методические разработки по организации регистра, связанных с осложнениями, профилактики по тромбоэмболическим осложнениям. Конечно, есть проблемы для проблемных пациентов, потому что сегодня все их больше и больше, имеющих абсолютные показания, как флеботромбоз и абсолютные противопоказания пациентам с геморрагическим инсультом. И, конечно, нет статистики, чтобы сверяться с клиниками по поздним тромбоэмболическим осложнениям. Далее я представлю, какие результаты у нас получились по смертности. В принципе, мы считаем, что мы и гордимся этой таблицей. Наши доктора собрали по данным летальных исходов, какая у нас смертность. И отмечаем, и сами удовлетворены, что в принципе какую-то стабильность, обратите внимание, по годам мы достигли. Особенно в целом по больнице снижение произошло и в хирургических отделениях. Здесь, конечно, еще есть определенные вопросы. Вот почему мы по терапии, у нас поменялся профиль больницы. Региональный сосудистый центр на себя по республике увеличил количество пациентов. И поэтому здесь вот такая динамика у нас получилась. Но мы вот думаем над этими цифрами, анализируем. И считаем, что здесь, конечно, есть вопросы к нашим патологоанатомам по сегодня диагностике. И, конечно, и к нам есть вопросы. Поэтому работаем в этом направлении. Далее я хотела у коллеги тоже остановиться. Вот этот подход также мы используем сегодня при анализе риска лабораторных услуг. Сегодня диагностические услуги у нас очень сильно влияют. Вот недавно сегодня читала в обзоре Меньшикова, что 70% сегодня ставится диагноз на основании лабораторных исследований. Конечно, я думаю, что вот здесь пить и говорить о внедрении СО в лаборатории, наверное, неуместно. Потому что у вас такие лидеры есть, как УМНЛ, Берестовская, очень много пишут информации. И вот на этом материале мы работали, внедрили информационную систему тоже питерскую. И сегодня внедряем МИС, тоже у нас Ариадна питерская. Поэтому сегодня как бы идем, равняемся на вас в некоторых направлениях. И выделяем, какие риски сегодня есть на разных этапах. Так называем, при аналитическом этапе. Мы отдельно очень много проработали в рамках сегодня стандартов и подхода системы международного качества по уменьшению именно действия общего персонала на при аналитическом этапе. Очень много ошибок бывает, когда сегодня персонал не обучен и совершает гемолиз. Сегодня будем внедрять так называемый индекс гемолиза, который позволит также объективно уменьшать ошибки на при аналитическом этапе. И очень много обучили наших сотрудников по работе именно в лаборатории. На аналитическом этапе известны основные риски, какие встречаются. И на постаналитическом этапе важный момент сейчас везде обсуждается. Это время выдачи, так называемый показатель ТАД. Вот здесь мы выделили, что мы сделали. В первую очередь, вы видите, что мы везде выстраиваем этапность определенную. То есть едим слона по кусочку, как говорится, поэтапно, рассматривая, двигаясь, обсуждая, изучая свои и чужие ошибки, внедряем и получаем определенные результаты. И выделяем те проблемы, которые ставим выше перед нашими органами управлениями и перед собой в первую очередь. Конечно, мы сделали очень много стандартов. Это разработали стандартные операционные процедуры, проводим постоянные аудиты и контроль. Сегодня у нас даже вышла статья, что количество у нас плохих проб с ошибками уменьшилось многократно. Практически встречаются единицы. Обучали наших сестер по идентификации, по правильности забора и уходили от простых пробирок в окутейнеры. Очень, наверное, сложно. Что нам удалось сделать? Сейчас мы переходим в централизацию, объединили часть анализов для всей республики и свои стандарты при аналитическом этапе внедряем четко для наших центральных районных больниц и городских больниц. То есть выдаем им свои окутейнеры, обучаем и требуем, чтобы они делали единый подход для того, чтобы был в конце результат. Вот здесь, я думаю, что вы видите, какие моменты мы тоже проживаем. Я думаю, известные для всех. И в завершение хотелось бы остановиться, уважаемые коллеги, именно по управлению кадровыми рисками. Я думаю, что сегодня основу любой организации составляют сотрудники. Если наши сотрудники не будут вовлечены, и мы сами не будем вовлечены, то ничего не получится, к сожалению. И вот, как говорил знаменитый Стивен Кови, что без вовлеченности нет приверженности. Формирование любой культуры в учреждении. Сейчас все об этом много говорят. Вчера вот тоже вот я выступала на Орздраве, очень много говорила информации о том, что сегодня только люди могут изменять мир. Ему сейчас, как говорил Михаил Торичевич, что сегодня изменения так быстро бегут, что мы, наверное, не успеваем. Как недавно слышала лекцию Грефа, вот он говорил, что если Сбербанк делает за год 40 тысяч изменений, а Google делает 10 тысяч изменений в день, то практически, а китайцы, как про них говорят, что если мы только подумали, а не после обеда уже сделали, то мир настолько изменчив, мы должны бежать вперед и вперед за технологиями, чтобы остаться в том месте и быть впереди. Основные кадровые риски, в принципе, я думаю, что они известны. Это вот и риски найма, и дотационные риски, риск неэффективного использования работников, риск низкой мотивации труда, риск неэффективного обучения и так называемые, как говорят японцы, муда, да, сегодня те потери, которые сегодня ведут к низкой производительности, снижению эффективности. Что мы делаем сегодня в управлении кадровыми рисками? Это входной контроль знаний, кадровая комиссия. В принципе, в этом моменте еще очень много нужно нарабатывать. Мне очень нравится система входного контроля в Иркутском геологическом центре. Они тестируют, они проводят определенные рекомендательные письма. В принципе, у них очень интересный подход. Это создание постоянно действующих рабочих групп. Мы к этой системе привыкли уже и обучали своих, как врачей, так сегодня старших медицинских сестер, сестер-хозяек, именно как работать по проектному менеджменту. В принципе, получили определенные результаты. Конечно, еще очень много задач приходится решать, но, тем не менее, есть понимание в голове, как двигаться. Самое главное сегодня при внедрении системы – это объективизм. Чтобы не было того, чтобы одни лозунги, кто-то нравится, не нравится, чтобы аудитор был объективным и честным человеком и имел критерии, измеримые для того, чтобы проверить тот процесс, иной или саму процедуру. Очень много мы отдаем внимания работе с молодыми специалистами. У нас создан Совет молодых специалистов. Пользуясь случаем, кому интересно, мы в этом году проводим первый Байкальский молодежный врачебный форум совместно с молодыми специалистами Красноярского края. У нас уже трехлетняя история сотрудничества молодых специалистов, и поэтому есть интересные моменты в рамках работы именно Совета молодых специалистов, как они видят сегодня свое будущее, что они хотят. И мы тоже хотим им предложить, будут активно у нас участвовать многие интересные люди, для того, чтобы вместе выработать новый вектор определенного развития, изменения и быть в готовности к тому, чтобы меняться в пользу и для себя, и для наших пациентов. Но остальные моменты вы тоже все видите. Я думаю, что они не новы, для многих известны. И вот об этом я и говорила. Уважаемые коллеги, в завершение хотелось бы сказать, что если мы хотим достичь максимального результата, управление рисками должно стать частью внутрикорпоративной культуры и философии. Это неизолированный процесс, это все живут все вместе, все трудятся над ошибками, умеют их сегодня все не скрывать. Это очень сложно преодолеть ситуацию, когда вот мне, как главному врачу, все время аудиторы говорили, ни в коем случае нельзя наказывать. Как во всем мире идет процедура несокрытия, поэтому вот мы сейчас тоже, несмотря на действия наших контролирующих органов, когда нас все время приучают тому, что мы должны скрывать, это переходить к этой культуре, но она все равно полезна. Когда выявляешь свои временные ошибки, то сегодня в конце получается очень хороший результат, а не вырастает такой большой-большой, извините меня, большая-большая проблема, которая потом всех затрагивает. Ну и, уважаемые коллеги, обеспечение безопасности и медицинской помощи – это сложный, многоаспектный, но управляемый процесс, основа успешной реализации, которого составляет неформальное применение системы штокачества, потому что всю систему забивает, любую систему, будь то система ИСО, система GCI, или система корпоративная, гарбургская и другая модель. Если мы будем просто подходить формально и знать, что это просто бумажка на стене, вот я много слышу моментов, мне говорят, ну что ты придумал эту систему, внедряешь ИСО, деньги тратишь, как объяснишь коллективу, зачем это им надо. Но когда ты понимаешь, что это как инструмент, и не просто бумажка на стене, которая просто висит там для, может быть, маркетингового хода, не соответствует тем моментам, это, конечно, кому что нужно. Поэтому я благодарна за ваше внимание. Спасибо. Аплодисменты.